МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации. Телерадо компания Гомелюстуды и Маргарита Шибукова. Добрый день. Завтра в Беларуси отбудется агульно-республиканский субботник. Як шакается, удел у мероприемцы проймуть больше, как 450 тысяч шахар у Гомельской области. Парадок после зимы плануется навести у дитяших оздоровленших лагерах, пригородных лесах и на местах похования у часа Великой Отшины войны. Межтым только этим днем процесс наведения парадку на земле не обмяжуется. Не глядяши на принятые решения, на Гомельшине застаётся шерох проблемных моментов по одоброму парадку в ней территории, особливо у сельской мясовости. Олег Свинтюров потекавился коронями и сноюших проблем. Сельская господарка, голена, где за счёты хапала шмат проблем. Миновата на их, случайно спасаются керунки сельскохподприемцев, которые кажут об неваконаде прородоохонных и санитарных законодавствах. Нельзя сказать, что в Гомельской области такие факты носят массовый характер, а не и редкими их назвать. Пакуль так само нельзя. Пакуль основной силы сельскохосподарших предприемцев, сконцентрованной на полевых работах, на мехдворах завершается дробный ремонт техники, якая пакуль нигде не занятая. Правда, у дельника у рейду по наведению парадку на земли божь текавить несучастные клопоты вес каусу. А выконание ращенев, принятых Гомельским оборудовым канкамом, калей до керувництва к суп-соугасу Кармянске неких значных зовах нема, то в целом по области ситуация не такая автомистичная. До пеших красавика, например, во всех господарках повинны были обсталивать покои от починку для работников. У гэта и дни специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья удокладняют информацию, а не уже зараз можно сказать, что ответная постанова выкана на неусюды. Заклопоченность, выкликая и реализация потребования по створению специальных мест для мытья сельскохозяйственной техники. Вызначенный термин «пешая костричника», а лезь сегодня от некоторых керувников можно почуть с посылки на недоход сродку. Необходно завершить сяубу, потом опросовывать палетки и избирать ураджай. Выращение экологичных проблем о гэтом просованном цикле не продугде джина. На сегодняшний день больше, чем в половине сельскохозяйственных организаций области он по-прежнему не решен. И мойка техники осуществляется в приспособленных условиях зачастую без твердого основания, без отстойников для очистки стоков и без эстакад, что приводит к загрязнению территории. У Ксуп имя Володарска размыва так само об экологии. Проблемы тут огочиваются иншие, а не актуальны для всей Гомельщины. По слову экологов, каждый год для фермов можно убачить сотни килограммов полиэтиленовой пленки, якая застаётся после применения едино-силостных ямок. Пропановы экологов об сборе отходов и дружном выкрыстане активного водку, пока не знаходить. И ошибочная проблема – наявность звалок, колесецко-гаспадарших объектов. О воголе гэтая земля можно выкрыстовывать для выросшивания культур, а не часто гэт отбывается только после складания протоколов природоохонными службами. На возле новых ферм недавно построенных таких участков нет, потому что они уже созданы на базе хорошей. А вот старые, как мы видим, фермы старой постройки 60-70-х годов, то, соответственно, такие участки бывают. Это и заброшенные силы сны, ямы, которые взросли, и просто участки, которые неудобно было выпахивать. Ну, вместе с тем дорабатываем эти моменты. Олег Синтеров, Євген Макейнко, телерадиокомпания «Гомель», Карменский район. У городским экстерьеры областного центра з'явился сушасный люстранный будинок. По башзи им скульптурная композиция под назвой «Диалог». Ей автор, вядомый белорусский скульптор Константин Селиханов. На васеле у гэтым будинку справила гомельское региональное отделение банка «Белвэп». И он зарекомендовался бея к установе, яка потребливая реальный сектор экономики, активно удельнейшая в развитии бизнеса у протягнения замежных инвестиций для очных предприемств. Я думаю, что здесь не только весь спектр услуг банковских, которые уже оказывал банк, будет присутствовать, но, не сомневаюсь, будут и новые виды услуг. Но для меня, как для городоначальника, не только это важно, но и важно просто, что появился очень красивый, симпатичный объект на центральной улице нашего города. Тры годы тому президент Караины подписал указ об створении Державного комитета судовых экспертов из Беларуси. За гэты невеликий период комитет, сформированный из экспертных подразделений у разных ведомств, перетворился у реальную силу, сдольная оперативно выращать самые складанные и отказные задачи. Только за минулый год специалисты аппарата областного управления и территориальных органов выконали больше за 45 тысяч экспертиз. У Гомельской области сегодня працуют около 500 специалистов в 40 специфичных профессиях. Створение ведомства поспрояло усмастнению обороны правов и законных интересов ях граждан, так и юридичных особ. Сегодня можно с уповненностью сказать, что период формирования комитета поспехово прозены и тут готовы выращать новые задачи. В ближайшее время мы активно будем заниматься вопросами повышения качества, качественной составляющей кадрового потенциала нашего управления. Дальше вопросы улучшения материально-технического обеспечения, качественное улучшение условий работы персонала, ну и активное участие в выработке единой металлогии, проведение различного рода экспертиз. Парушение природоохонного законодательства Беларуси попереджено дякуючу инспектору ДАИ. У Рыжицком районе Лявезки-Леваши командир узвода ДПС затримал автомобиль мясового жихара для завышенной проверки. Худка высветлилась, что автомат перевозит нелегальный груз. Каля 22 годин гэтая иншамарка стала объектом повышенной уваги одразу некальких оперативных службов. С пошатку ДПС потом природоохонников и следших. У багажнику минивена выявлено каля 10 килограмм рашной рыбы. Шкода, нанесенная на вакольном асеродзе, оценена у 300 базовых величин. Это маль 62,5 миллиона рублей. Подобное порушение погрожает под сбавлением воли. Семинар «Нарада» по охове працы прошел на базе Новобелецкого комбината хлебопродукта. У делу им приняли керавники и головные инженеры 50-ти предприемств у города. Под обязанностями Володая Яуген Пабалавец. Новобелецкий филиал открытого акционерного товарыства «Гомель хлебопродукт» выбранный для проведения семинару не выпадково. По вынеках минулого года предприемство заняло первое место у районе и в городе по пытаниях оховы працы. Тут створена целая система по этому керунку, что даест на учебыник. Усе вокна заменены на пластиковые, забетонирована подлога в цехах. Сучасное обстреливание, отвечая всем нормам безопасности, проводится аттестация працевых мест. Как выник, в 2015 году тут не допущено ни одного выпадка отримания работниками предприемства, тяжких травмов и тем больше смиротных выпадков на вытворчестве. Профессиональные заболевания стали меньше людей посещать, уходить на больничные. И тяжелые, где-то будем говорить, сократили и скоринить практически пытаемся. За прошлый год было потрачено на охрану труда, на все мероприятия, которые проводили в пределах 6 миллиардов рублей. Гэты сродки взяты с чистого прибытку предприемства. Не глядяши на вядомые проблемы в экономице, тут працуют у плюс. Прибыток дозволяет створать достойные умовы для своих работников. Есть своя столовая и покои для приема ежи для тех, кто отдаёт перевагу домашним стравам. В перспективе тут плануете открыть массажный кабинет. Удельники пахаджаются. Подобные сустречи дозволяют пераймать лепший опыт и распаусюдживать его по всем промысловым предприемствам города. Работа о прошлых годах в этом накерунку даёт плён. Если говорить о конкретных цифрах, то в 2016 году в городе Гомеле не зарегистрировано несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. В сравнении с 2015 годом за этот же период было зарегистрировано уже три несчастных случая. За прошлые три года только одна справа по факте працованного травматизма дошла до суда, коли была доказана вина отказной особы. У большинства выпадков такие оздоровения отбывались из-за человеческого фактора типа внешних причин. Радуюсь, чтобы хотя бы должностные лица, которые были ответственны за соблюдение правил охраны труда, в тех случаях, когда работники причинялись тяжкие телесопореждения, либо смерть наступала, по крайней мере не по прямой вине должностных лиц. Конечно, в любом случае это упущение, одни наказывались эти лица, но без уголовной ответственности. Як подкресливают специалисты, у питания хоховы працы нема дробязел. Сучасная вытворчасть и обсталявания обовязывают керовникову и специалисту утримать питания на жорстком контроле. Явген Паблавец, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельшине протягивается республиканская акция «Тут живее ветеран». На домах и квартирах, где живут люди, которые прошли войну и завоевали для нас великую перемогу, усталевывают памятные дожки. Напереды дни активисты БРСМ, студенты и сотрудники Гомельского державного медицинского колледжа завитали до ветерана Великойольшины войны Дмитра Михайловича Дзюськова. У 1943 году он наступил у Рады Червоной Армии и в складе 194-й странковой дивизии удельничал в боях за вызволение речицы. Пошли мы в этот самый убой, мне дали винтовку со штыком, дали телогрейки и ватные брюки. И у них мы уже, как говорят, до конца зимы речицу освободили 17 ноября. И пошли, как говорят, по маленьких деревнях, это шли бои. На этом выпуске завершены. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин